привет 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 песеры с вами можешь как я обещал второе видео за сегодня и хочу с вами поговорить по поводу предстоящего обновления которые обещают нам в апреле до версии 2.5.0 но 2.5.0 это в смысле для консолей и пока у нас мобилки она будет называться как-нибудь там 8 4 9 вот но по сути мне будет то же самое как вы знаете базу у нас одинаковые и изменения в игре происходят одинаковые так что в принципе разбор обновления в общем-то и для консолей и для пока и для мобилочек тут небольшой патчноут всего-то но я хочу высказать пару слов о том что я думаю по поводу предстоящих изменений напоминаю что все полезные ссылки в описании закрепленном комментарии мой телеграм с новостями чат с пейсерами моя личка в телеграме если хочешь задонатить сосиски карт на мобилочку и в общем все там как всегда ну давайте смотреть что нам обещают и еще хорошего из этого всего может быть значит в апреле мы выпустим обновление перечислим некоторые функции которые будут добавлены в обновлении 2.5.0 то есть как я понимаю патчноут еще не завершён это не все что будет добавлено значит дополнительные места для игроков в разделе моя команда сейчас у пользователя может быть не больше 500 мест для игроков однако за гп это ограничение может быть постепенно увеличена до 900 наконец-то до конами дошло я не знаю какими идиотами надо быть чтобы не понять этого раньше мест не хватает тем более когда ты собираешь полные составы команд ну реально приходится выбирать кого квикать кого не квикать это очень даже проблематично скажу так в 17 18 части 17 там была у нас всего два месяца я по мобилке конечно же у нас уже такое было было расширение мест за гп но честно вам скажу тогда это стоило каких-то нереальных денег такого количества гп нафармить было очень сложно и здесь опять же будет вопрос цены да а сколько это расширение будет стоить потому что казна экономия они могут задать это просто в нереальную цифру как у нас сейчас продление контракта на 60 дней до стоит 25 тысяч и футбол поинтов ну это неадекватно это просто неадекватно и вот здесь вот поэтому обновлению отлично что до них это дошло вопрос будет стоимости а так конечно увеличение до 900 мест это прекрасно мне хотелось бы чтобы до конами еще дошло что 10 мест для команд это маловато ну для сохраненных составов я имею ввиду что если вы уже расширяете до 900 то сделайте еще хотя бы мест 10 мест для сохраненных команд я допустим собираю клубы я вам это показывал видео и мне хотелось бы чтобы было мест собственно больше дальше функция позволяющая добавить имеющимся игрокам новые навыки всем игрокам в разделе моя команда будет добавлено по 5 гнезд дополнительных навыков у каждого футболиста может быть до 15 навыков игрока в это гнездо дополнительных навыков с помощью недавно представленных программ отработки навыков ну как я понимаю еще не представленных пользователи могут случайным образом добавлять новые навыки игрока что-то новое нет конечно же что-то новое хорошо забытое старое у нас уже такое было у нас были токены навыков при помощи которых можно было поймать рандомный навык но раньше мы это могли сделать один раз это если у игрока было 9 навыков ну или меньше то есть всего могло бы быть 10 сейчас даже если 10 можно будет добавить еще 5 хорошо как по мне замечательно но здесь будут становиться вопросы явно нужно будет писать по этому поводу гайды а куда какие навыки добавлять но то есть затрахивать все финтами ну явно смысла не имеет игроку достаточно одного хорошего финта и в общем то чтобы нормально за него обыгрывать остальные навыки кинуть на что-то полезно там типа пасов навесов ну еще чего-то с этим нужно будет конечно подумать но вариант хороший вариант хороший 5 гнезд дополнительно ну многие многие футболисты не обладают нужными навыками я приводил в пример салаха который я есть карточка центральный нападающий у него нет удара без подработки вот ему бы этот удар без подработки добавить было бы просто прекрасно и здесь все хорошо спасибо что вы нам возвращаете эту механику но почему она как бы не была у нас изначально при том что она у нас раньше уже была я если честно не совсем понимаем так дополнительные предметы для продления контракта с игроком и способы их получения сейчас секундочку я вернусь к этой новости знаете что по навыкам эту просто у меня сейчас в голову пришло кроме до добавить дополнительные навыки канами обведите функцию убрать навык если он тебе не нужен ну то есть какому-нибудь условному неймару я бы у него слишком много финтов делая финт я не знаю какой получится ну из-за того что у вас система такая делание финтов я не всегда уверен что мне вылетит нужный финт и он обыграет поэтому сделайте пожалуйста еще токен убора навыков чтобы я мог ему один оставить и делая финт я был уверен что сто процентов будет именно он вот мне кажется это было бы очень даже кстати так ладно отпуская игроков 5 звезд перечисленных ниже типов пользователи смогут получать вдобавок гп и предметом для тренировки право на продление контракта на 10 дней ну канами бы не было канами если бы не сэкономила 10 дней это конечно очень мало с другой стороны когда у нас сейчас вообще эти контракты хрен где достанешь ну кроме в принципе матч пасса или покупки за 25 тысяч и футбол поинтов хорошо хорошо наверное но при ребят это эти предметы вам будут давать если вы отпускаете эпика легенду команду недели селекцию то есть на обычных игроков это распространяться не будет варианта фармить гп покупать обычных игроков 5 звездочных отпускать и получать на 10 дней продления контракта к сожалению у нас не получится так также продление контракта на 10 дней будут доступны в рамках пропуска на матч и в составе других наград тоже хорошо на 10 дней до 10 дней ладно новая функция перенос мастерства позволяет пользователям передавать очки опыта и дополнительные навыки от одного игрока к другому выберите игрока очки опыта и дополнительные навыки которые вы хотите передать а затем пункт передачи наследия и игрока который удовлетворяет необходимым условиям чтобы унаследовать эти очки опыта и дополнительные навыки Ребят, вот здесь меня Немножко это начинает напрягать Объясню вам почему Кормить одного игрока другими игроками Вам не кажется, что это намеки на корейский РПГ? Я не удивлюсь Если у нас карточки начнут Потом еще чуть позже Какую-то звездность иметь Ну вот кроме их, в принципе звездности Какую-то звездность по прокачке И вот это вот прям очень сильно попахивает Меня это напрягает С одной стороны, да, хорошо, что Ты можешь ненужного игрока скормить Нужному игроку получить дополнительный навык Получить дополнительный опыт Но сама тенденция мне, если честно, не очень нравится Как-то для меня это ну такое Для переноса мастерства Необходимы ГП Количество ГП зависит от игрока, чьи очки опыта И дополнительные навыки переносят Делаться это будет за ГП, это хорошо После завершения процесса игрок, чье наследие Будет перенесено, будет удален Ну это понятно Когда количество очков опыта у игрока, наследника Достигнет максимального значения, лишние очки опыта Пропадут, тоже понятно Другие дополнительные функции из предстоящего обновления Будут представлены позже Благодарим вас за терпение Надеемся, что eFootball в дальнейшем будет приносить вам радость Оно сейчас мне приносит ошеломительную радость Ну вы понимаете, что это сарказм Тем не менее, пока что нам заявили Расширение места 900, хорошо Прокачка новых навыков, хорошо Получение контракта на 10 дней Да, всего лишь 10, но все равно хорошо Раньше мы и этого не получали Ну и скормить одного игрока другому Вопросы есть, но в целом Я думаю нормально И главное, чтобы они реально не долбанули в тенденцию RPG-шек Я потом реально, если они просто начнут уходить в кормежку Одних игроков другими игроками А у нас такое было уже, ребят И в 17 и 18 части То есть условный Роналду, да Качался максимум до 94-х Но если этого Роналду накормить таким же Роналду Ну то есть его переводишь в тренера и кормишь таким же То он качался до 95-ти Если еще одним таким же, 96-ти Ну и так далее И так его можно было накормить 6 раз Такая механика у нас тоже была И это достаточно напряжная механика на самом деле Вы представьте, ну какой это Мягко говоря, закос под донат, да Если человек хочет поймать эпика И хочет его еще, допустим, 6 раз накормить такими же эпиками Ну это уже какие-то вообще нереальные суммы будут Канами Тут нужно тоже держать, собственно, планку И слишком сильно не хренеть Хотелось бы услышать новости, конечно, по командам Почему-то нам их не вводят Как у нас было за 1500 золота, за 900 золота К сожалению, новостей у нас пока что по этому поводу никаких нет Ну и ждем дополнительные новости Как будут обновления какие-то на сайте Я с удовольствием с вами это все дело обсужу Ну а свое мнение по поводу весеннего обновления Можешь написать в комментариях С удовольствием его почитаю Я думаю, другие ребята с удовольствием почитают Как тебе вот эти нововведения Чего бы ты хотел Ну и Лайки, комментарии, ребят Они бесплатные Их можно делать Я вам за это буду благодарен На этом прощаюсь Как всегда, морж Как всегда, пока Пока